Всех приветствую, меня зовут Мила Венецианская, и я астролог лаборатории жизни. Сегодня мы с вами поговорим про значение домов в натальной карте. Дома в натальной карте — это такие сектора, в которых содержатся события, которые будут происходить в нашей жизни. И они могут быть равными, ну, примерно равными, могут быть разными, есть разные системы построения домов. Ну, если мы говорим про ту систему, которой мы пользуемся, — систему Плацидус. И там дома получаются разного размера. Ну, так ведь, смотрите, интереснее, это какой-то живости придает, что ли. Они 100% работают. Теперь пройдемся по домам. Первый дом в натальной карте отвечает за наше тело, нашу инициативу, активность, и за то, как нас воспринимают другие люди. Мы внутри себя можем чувствовать, например, такими яркими, интересными, зажигательными. А по факту люди будут нас не замечать, отводить взгляд. Почему-то их внимание не будет притягиваться к нам. Или, допустим, человек внутри прям 100% честный. А про него будут говорить, что как будто бы он врун, что-то недоговаривает, вечно с какими-то тайнами ходит, а он будет доказывать, что нет. Ну, почему так происходит? Ну, вот потому что внутреннее состояние психологическое по личным планетам в карте не стыкуется с описанием или с тем, как устроен первый дом человека. Второй дом в натальной карте отвечает за финансы и ресурсы. Как мы их зарабатываем, как мы их копим, сохраняем, расходуем. Там же есть информация нам копить или тратить. Есть информация, а если копить или что такого делать с накопленными ресурсами, чтобы они притягивали еще большие ресурсы. Или стратегия обращения с финансами более сложная, чем просто копить или тратить. Тоже все зашифровано во втором доме. Третий дом – это дом коммуникации, поездок наших взаимоотношений с нашими братьями и сестрами, общение с нашими соседями. Ну и, в принципе, вариант общения с другими людьми, но с людьми, которые нам ближе по возрасту. То есть там же тема учебы одноклассников, однокашников. То есть те небольшие сообщества, в которых мы проводим достаточно длительное время. И где мы, в принципе, находим себе друзей. Четвертый дом – это дом недвижимости, дом родовой системы, дом сначала родительской семьи, потом нашей собственной семьи. Там мы можем посмотреть, жить нам в той стране, в которой мы родились, или уезжать. Там мы можем посмотреть, как нам обустроить свое жилище, чтобы оно было именно под нас и приносило нам больше удачи, поддерживая нас. И, опять же, четвертый дом нам подскажет, как и где лучше спать, чтобы это восполняло наш внутренний ресурс. Пятый дом. В женской карте пятый дом – это собственные дети. В мужской натальной карте – это чужие дети. То есть все дети, которые рождены не от владельца натальной карты. И есть у пятого дома еще сферы, связанные с хобби, увлечением, развлечением. Это дом нашего самовыражения. Это обстоятельства, где мы делаем то, что нам нравится, то, что мы хотим. Ну и там же тема риска азарта, которая вот прям на драйве, на позитиве. Шестой дом – это сфера, связанная с собственным здоровьем. Там же информация про наших домашних животных. Считается, что шестой дом – это дом найма. Это не так. Шестой дом – это дом рутинного труда. Мы можем быть в найме, работать на себя, иметь свой собственный большой бизнес. Но у каждого из нас есть шестой дом. И вот в этом шестом доме будет показано, как мы, через какие инструменты занимаемся ежедневным рутинным трудом. При этом вид занятости не имеет значения. И в шестом доме находится тема здоровья. Как я уже сказала, и здоровье наше, и здоровье, которое можно вылечить традиционной медициной. Там могут быть миксы различных показателей. Например, нам нетрадиционная медицина заходит лучше и интереснее, продуктивнее, чем традиционная. Но это вот нечасто такую карту встретишь. Там нужны просто некие показатели и связи. Ну, профессиональные астрологи точно поймут про ваше здоровье и какой медициной пользоваться из вашей натальной карты на 100%. Седьмой дом считается, прям это, дом брака. Мы говорим дом партнерства. И ровно так, как в седьмом доме есть наши партнеры, с которыми мы входим в личные отношения, ровно так же там и любые другие люди, с которыми мы входим в такую персональную транзакцию, более тесные отношения. Друзья, подруги. Ну, такие вот лучшие друзья, подруги, с которыми мы чаще общаемся. Ну, и там же, помимо наших любовных партнеров, там находятся и наши враги. То есть и друзья, и враги все находятся в одной сфере. Поэтому от любви до ненависти один шаг. Поэтому сегодня была подругой, а завтра лютый враг. А послезавтра снова подруга. Такое тоже может быть. То есть причины удачи, неудачи в личных отношениях тоже находятся информационно в седьмом доме. Мы можем оттуда считать. Что-то будет все позитивненькое и замечательное, и человек никогда не останется один. Или все-таки могут быть периоды одиночества и неудач. Информация там. Остальные дома, которые я сейчас буду перечислять, они более сложные, они более емкие. И не все люди доходят до того, чтобы действительно пойти в реализацию сфер этих домов. Итак, приступим. Восьмой дом. Дом кооперации ресурсами с другими. Например, мы кооперируемся ресурсами, когда в банке берем ипотеку. То есть мы берем чужие деньги на время, а свои отдаем навсегда. И отдаем больше. За то, что мы пользуемся финансами, мы потом еще и заплатим. Но это такое попользоваться, как вариант приобрести сейчас. И потом еще и за скорость реализации собственного желания отнести дополнительную сумму в тот же банк. В восьмом доме находятся ситуации, связанные с состояниями трансформации. Например, получением наследства. С состоянием находиться на иждивении другого человека. Там же про переходные состояния жизни-смерть. Там же работа с психологами. Но это такая мощная трансформационная глубокая работа, а не какая-то поверхностная, лайтовая. Все ситуации, связанные с попасть в беду, чтобы спасли человека или самому спасать других, тоже находятся в этой сфере. Девятый дом – это уже больше такой элитный дом. В девятом доме размещены темы обучения чему-то элитарному, сложному или дорогостоящему. Там же находится история про преподавание, передачу знаний. Это дом целей, смыслов, ценностей. И, например, церковь – это тот институт социума, который рассказывает про совесть, регулирует совесть человека. Это может быть не только церковь. Любая идеология, которую мы можем встретить и которая вызывает к нашей совести или которая мягко подталкивает нас к определенному поведению. Но, опять же, основываясь на неком доверии, нашего доверия к этой структуре. Это дом, девятый дом – дом путешествий, всего иностранного, всего иного по отношению к тому месту, в котором мы родились. То есть иная речь, иные нравы и обычаи. Десятый дом – дом структуры и иерархии. Там мы, если хотим разобраться со своей карьерой, то посмотрим десятый дом. Если у нас есть проблемы с начальниками нашими или мы сами выступаем в роли начальника и как себя вести, мы посмотрим обязательно в десятый дом. И в десятом доме еще зашифровано все, что связано с нашим взаимоотношением с государством. Одиннадцатый дом – дом больших проектов, в которых коллективы работают на единственную цель. И эти коллективы объединены тем, что всем людям, находящимся в этом коллективе, им интересно заниматься тем, чем они занимаются. То есть они не ради денег, они не ради какой-то собственной наживы, выгоды или собственного бренда, а просто потому, что людям интересно объединиться ради реализации какой-то единой цели. Это не значит, что такой проект обязательно должен быть бесплатным и не приносить доходов. Нет, просто мы говорим, что первично именно объединение по интересам. Партии – это объединение по идеологии или какие-то клубы – объединение по интересам. Клубы могут быть абсолютно различные – автомобилистов, психологов, регрессологов, астрологов. Это все будут одиннадцатидомные состояния, одиннадцатидомные события. Ну и по одиннадцатому дому – это еще такая тема посмотреть в будущее, заглянуть в него. Там мы, кстати, капельку собственного будущего тоже можем увидеть. Двенадцатый дом – дом тайн, всего скрытого, неявного. В этом доме находится состояние, когда наша личность спит. То есть это состояние сна, медитации, трансовые состояния, где нашему эго, так скажем, нет места. И еще в двенадцатом доме – это обстоятельства, где мы контактируем с конфиденциальной информацией. Либо, как вариант, уезжаем куда-то очень далеко. То есть это дом, связанный с эмиграцией. И вот девятый – это дом чего-то заграничного, съездил, приехал. Двенадцатый тоже может быть так, что съездил, приехал. Но тогда поездка очень далекая. И как вариант поездка, где человек выбирает побыть в одиночестве, в уединении. И, допустим, его не окружают те люди, которые говорят с ним на одном языке. Или, в принципе, человек выбирает некое состояние одиночества. В одиннадцатом доме – это тема волонтерства, то есть безвозмездной помощи другим людям. А в двенадцатом доме – тема благотворительности, то есть чуть больше эмоций. Вот не просто как волонтер сделать что-то, а включиться в проблему другого человека. И ради него, для него что-то сделать, либо отправить деньги. Вот это тоже будут двенадцатидомные события. Отдельная тема, как устроены эти дома, какие сами события, я вам перечислила. А вот как эти события будут простроены в плюс, в минус, как часто или редко будут в жизни происходить – это дополнительная информация, которую уже может прочитать больше профессиональный астролог. Хотите посмотреть в различные сферы своей жизни, понять, почему не получается, или что нужно сделать, чтобы все это реализовывалось ярче. Приходите на консультацию. Ссылка на запись под этим видео. И в конце этого ролика я вам желаю, чтобы сферы вашей жизни, которые, как вам уже понятно, распределены по домам в натальной карте, были более гармоничными и приносили вам радость и удовольствие. Даже если вам там что-то нужно преодолевать, чтобы в конце вы себе говорили, как славно я подрудился, а теперь можно отдохнуть, чтобы потом снова в путь.